Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Отчет за воскресенье вчерашний. Номер 72. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 21 февраля 2016 года. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Обычно беру всегда на стихотворения свои, эпиграфы, Слово Божие. А вот к этой теме, которую нам открыли, и так и не нашли, с колесников Николая Иоанна, взял эпиграф вот такой, потому что везде, всюду и везде, это как печать осталась. И нельзя ничего сделать. Вот на меня нападают, которые сплошь и рядом. Или были знакомые близко, забывают благодеяния, которые им были оказаны. Ну, изменники. Дальше трусость. И бояться. Если священник что-то говорит, то трясется только, чтобы меня не узнали. Ну, везде вот эта пакость какая-то внутренняя такая, гнилье. Ну, и обманывают, недоговаривают что-то. Я как раз показываю это везде. Никакого отношения к делу не имеется. Но если против меня, он сразу голосует против. А потом проходит время, начиная, да я не разобрался, то другое. Ну, уже перед Богом-то запечатлено. А ты не разобрался, а Дух-то Святой разобрался. Где ты был? Стоял в алтаре перед престолом, поднимал руки. И столько лет жил во лжи. Ну, что же самое простое Бог не открывает-то тебе? Потому что ты даже то, что написано, и все извращаешь-то. Исследуй сам себя. Где ты? На какой стороне? И помни, если ты священнослужитель, большая часть священников погибает. То есть, если 10 собралось, минимум 6 будут в аду. 6 минимум. Ян Златоус. А если Сарафиму Саровскому верить, это третий том книги священнослужителей, 601 страница, то вообще их спасенных нету. Три дня и три ночи вопил о них, не о царе. Понятно, что царь приговоренный. Но о священниках-архиереях. Помилуй, помилуй, помилуй. Тысячу раз повторил помилуй. И Бог заговорил и говорит, не пощужу, не помилую. И Бог подтвердил это 118-м салом, 113-й стих. Вымыслами человеческие заменили истину Божью. Так клеймо это и осталось на них. Для священника мне говорить где-то что-то. Им нужно, закрыв плесо, так и плакать. Надеть, как женский хиджаб, как эти маржахеда надевают. И так исповедуют. А не хорохорятся кого-то. Все погублено. Повторяю, когда я преподавал в разных университетах везде, всегда вопрос, как так могла такая страна, так погибнуть. Отвечаю, если будет суд за развал, за уничтожение России, на первой скамейке будут сидеть не игиловцы, а будут сидеть те, кто учил народ, учителя и священники. И вот прошу, чтобы которые заходят в ВКонтакте. Меня там не бывает нигде. Ко мне это модератор приносит. Считайте, что здесь написано. И сами сюда заходите и ставьте прямо на нашем форуме. Я покажу потом, где наш форум какой. Ну и дальше ко всем объявления. Чтобы помогли краткое содержание роликов наших составить. Составляет их. Почитайте, я быстренько продерну. Потому что у меня нет ни времени, еще по секунду буквально. Ну и вот это вот. На нашем сайте, на сайте, трудно считается книги там, что. И вот эти вот, я их цифра-то не знаю, что означает. Ну кто-то, помогите перевести это. Ну я показываю сразу, чтобы было понятно, где. Вот наш сайт. И на нем книги, вот они книги. Сайт во свете Библии, православный библейский сайт. Зарядите, так называется, во свете Библии. И вы найдете. Здесь все книги есть. Здесь вот звук и видео. К чему эти цифры относятся? К книгам, которые там. И почему-то несколько раз. И вышите на меня, а я дам, кто тут разбирается-то. Я вообще тут не захожу, не знаю. У меня было дело, я во все стал вникать, везде сам. И ко мне пришли верующие и сделали большое замещание. Вот все делайте сами. Вас не будет, кто будет это делать? Я в один день отрезал все это. Мне сказали замещание, вот вы ведете собрание. Я каждый раз говорил, ведите собрание, никого нету. И вдруг один сделал замещание, ну вот надо сказать, да регламент. Я сразу перешел в дальний угол и съезжу. Ну можно же сказать-то это. В дверях ловил, ну кто поведет собрание? Никого нету, нету. Ушел, встал и наконец начали помаленьку выходить. Ну обличать надо, мне надо обличать. Обличать и, ой, как они поднимаются сразу. То есть время забито и везде. Вот бывает, если подкаблучник муж, и вдруг он, ну охотник бывает или где-то, вырвался на охоту, жены рядом нету. Ой, какой он герой, какие басни рассказывает, как на картине Серова. Там он был, и мамонта каждый день за клойки домой притаскивал и все. Домой пришел сник, а в нем-то это накапливается противоестественной покорной жене подкаблучник. Так эти попы, а перед архиереями везде трясутся. И вдруг можно высказаться против Игнатия Лапкина. Как они воскуряются, а ничего нет. Это показывает, что они запуганы, затюканы, затырканы. И вот теперь наш форум. Вот он где, наш форум. Просто показать можно где-то. Вот он как. Вот на него надо заходить, регистрируйтесь, и дальше все будет понятно, как надо. Вот это перевести. Дмитрий, вот пишет Валентина. Голуби это хорошо, но неплохо было бы иногда прибраться все в помете. Насколько мне известно, уборку надо производить минимум один-два раза в неделю. Один-два раза в неделю у голубей. У меня три голубятни дома. Я каждый день, который в комнате этой коробки, можешь показать, закрытые. Вот здесь они. Потому что вчера родители прогнали детей. Я им отдельно отделил, потому что там вывелись новая. И в эту же ночь они оба родители вышвырнули детей своих. Ну и взял отдельно теперь. На другом этаже живут. Надо приборку убирать. Здесь я убираю. А там я не сил нет. Я не каждый день даже лажу к ним. А сколько раз уборку... Ну раза два в год. Сравнили. Я каждый день бы уборку неделю делал-то. Правильное замещание, у которых есть. У нас другие условия. На крыше они у меня. Это вообще невозможно. Приезжаю, я летом туда делаю. Никто не делает без меня. Мне самому приходится. Братья помогают. Вытаскиваем там полмашины по мету. Дальше на огород или под ноги. Вот так. Не можем мы это делать. А замещание правильное. Но я знал, что будут говорить. Видят, что там гнезда. Вы проскребёшь маленько и всё. Гратихович, а можно показать сообщение по поводу вот этих PDF, этих форматов, чтобы люди прочитали, что сделать-то надо? Ну вот, смотрите, вот. Никто не понимает, откуда это и что-то такое. Ну вот какие форматы. Сегодня, говорят, едут в автобусе где-то. У них что-то там есть. Новые приборы. Не знаю. На телефонах или где-то. И они, говорят, в таком варианте могут считать. А на нашем не могут. Да хоть наши, которые там, надо перевести вот в это. Видео всё. Помогите. Ну, жалоб очень много. Ну, не можем ещё сделать. Не считается. Ну, а хорошо ли это, что не считается-то? Ну, мы находимся в Сирии. Ну, говорят, ну, переведите на наш язык. А оно на русском языке. Всё правильно, без ошибок, запятые на месте. Ну, не это нужно-то. А перевести в это? Дальше. Юрий Соболев. Благодарю за назидательный. Да где вы имеете в Соболев? Ну, дальше. Ну, вот строчка-то. Ты ещё? Ссылка. Да-да. Это из какого ролика хочу полностью посмотреть? Ну, вот посмотри, какой ролик. Вышел ролик там где-то. И священник обличает Игнатия Лапкина. Это сегодня ночью поставили. Ох, как вас курились тут сразу. И священник обличает. А вы бы спросили, первое вопрос, кто это священник такой? Вот. Ну, и дальше маленько бы узнали. И взято это с моего ролика. Мы с ним беседуем. И он там с чем-то не согласен. Ну, значит, ничего нету. Выдохлися. Все эти рождественские чтения, Дворкинов, Почаева там разбирали у меня. Ничего нету. Пшик. Некоторые не знают, что такое пшик. Попутно сказать. Барин проверял, как работают работники. Зашел в кузнец. Работает. Подъезжают экипажи. Кому-то обтянуть там надо шину на колесо. Кому-то по струнке оторвались. И главное, понравилось, как лошадей в стайку заводят. И копыта прибивают. К копытам эти подковы, которые сегодня на счастье. Плохо это несчастье. Что-то несчастье к тебе счастью. Оторвалась-то подкова-то нехорошо. И он видит, как он берет кусок железа, кует его, разворачивает, остужает. Вода рядом. И, наконец, гвозди сковал и прибил. Решил он вложить капитал в кузнецу. Это рассказ такой есть-то. И вот он начал. Подкова не получилась. Он ее спалил, она там мало. Он видит, совсем мало осталось. Это не подкова, тоненькая. Он тогда решил из нее гвоздь сделать. Гвоздь делает, и опять пережег, ничего нет. Это осталось только непонятно что-то. Он ее взял с щипцами, длинные щипцы, и в воду откнул, и пшшшш. Больше ничего нету. Вот так некоторые люди нападают на меня. Берут большой материал. Тут у нас есть чего. 50 книг аудио. 4 тысячи с лишним роликов. 38, 41, 45. 45 книг моих. 45 томов. Последние по 800 страниц. Ну что ж меня не брать-то? Меня можно тепленького, голенького забрать-то. И ничего не получается. Дух Святой Господь сохраняет. И вот они здесь увидели, он говорит. А как это и чего? Это говорит Сергий Пестов. А кто он такой? Священник православный в московском патриархате. И вот недавно спрашивает обо мне Каскуна Максима. Он известный, так дает все время ролики, по 3-5 минут. Кратенькие такие простенькие вопросы. Конечно, как все священники, он словом Божиим не подтверждает ничего. Ну сказал так и все. Я его не судить просто говорю. И он говорит. Как я судить-то буду? Или Игнать это? Я ему отношусь, говорит, как к внуку, к деду. Я ему внук. Почему? Я, говорит, обратился к отца Геннадия Фаста. А Фаста от Игнатия. Ну и понятно, кто. Тот все везде подтверждает. Игнатий мой духовный отец, я там родился. А этот так. Так Сергий-то точно так же от отца Геннадия Фаста. Из протестантов, из баптистов пришел. Я ему говорю, я ему здесь говорю. Он ко мне приезжал здесь, были, вот здесь беседовали. И представьте, вот таким сокровищем, как Сергий Пестов, не воспользовались православие. Это уже все, считай, на пенсии человек. Дети выросли, дочери матушками. Православие все. Чтобы не хватали за что-то. Его гнобят попы, архиерей. Всю жизнь. Вы посмотрите на него. Он растрепан и растерзан. У него огорчение. Как раз ролик называется «Разочаровавшийся в православии баптист». Это он. Если он как зыря, но все принял, все как есть, а у него внутри эта жизнь осталась. И он пытается где-то говорить, а они его гнобят. Они вот «ты баптиза, ты замолкни». Он все сидит, мне здесь рассказывает. Ну и по интернету немного здесь. Это все видно. И вот эпизод, где он сейчас приходит, второй ролик, и он там что-то говорит, и не согласен с чем-то. Но тут уж на меня кинули. Священник, священник обличает. Ну как он обличает? Обличатель это хорошо. Подхалим плохо, лицемер плохо. А когда обличают, а кого не обличают-то? Да это комариново укуса нет по сравнению с тем, что на патриарха говорят. Амижевские священники, там Диамит не признают. Его такими квачков словами называют. Патриарха-то как клемет? А Путина как? Да Путина с тем поколением до него и после него все потомство проклятое во веки веков. И еще он работает. Работает. А Обаму как клемет, а Эрдогена как. Понимаете? А Рамзана Кадырова. Раз клемет, это означает живой. Мертвого еще будут трогать. Два-три выступления против Солженицына и сдохли. Стали на клемет или нет, посмотрите. Были кукрыниксы в крокодиле. Рисовали это. Кого они рисовали? Собак с человеческими лицами. Как меня сейчас так изображают. Они Врангеля, Колщака. И вот он сидит здесь. Ну а почему? Уже научили, что неканонические книги как бы не надо. Я говорю, а ты их отличить можешь неканонические? Понаслух. Ну а почему нет-то? Ну вот вообразите, что я так вам говорю, к священникам православным-то. Он сидит здесь, я взял Библию, вот так и считаю притчи Соломона. Притчу прочитала, закладка, перевожу ее, а другой из Серахова. Он сидит безошибочно и говорит, это из Серахова, это из притчи Соломона. А они похожие. Я ему три так взял, навскидку, он все одинаковые, в одном месте так ошибся. Из трех, две правильно сказал, это не просто так. И таким человеком не воспользоваться. И он говорит, вот сидим здесь, вот на этом стуле, где Никита. И он говорит, дочери-то выросли. И теперь они смотрят, где правильно кресят, с полным погружением. Говорят, папа, какого счастья ты нас лишил. То есть, если бы они были правильно крещеные, а маленькие дети, мы бы сейчас были крещеные. Такую радость знать, кто в полном погружении. Вот мы каждый год, люди, которые просятся, после 7 июля у нас крещение будет. Эту радость надо испытать и увидеть. А мы ничего не помним, не знаем, мы где-то грешили и даже не знали. Это он мне говорит. Мне не нравится то, что он говорит. Я к вам приеду такого-то. Я все приготовил, книги там нету. Ну хотя бы отбой дай, я не приеду. Это уже чисто патриархийное, недержание слова. Этим он напичканный. Сергий Пестов. Я ему потом замещание делал. Он когда выйдет на меня, я не звоню никогда. Почему не приехал? Ну да вот это. Ну ты мог сказать, я не приеду. Я выхожу за двор, тебя жду по часам. Нету, прошло полгода. А это все свойственно. Вот так же делал Дудинск, Уратовский. Подождите, меня там ребенок кричит, ушел. Я сижу час-два, нету. Приходишь через две недели. То есть, недержание слова. Это главное. Вот когда речь шла о каноническом признании, зарубежные, больше всего боялись. Не сергианство даже, не экуменического движения, а то, что недержание слова. Сегодня говорил так, что так. Как здесь в епархии договорились. Снимаем все. Наша встреча в епархии. Приходим, два епископа сидят. А мы вот решили, чтобы не записывать. Как решили? Сегодня утром с секретарем говорил. У меня корреспонденты приглашены. Никак, я встал и ушел. А тогда был Максим этот и спрашивает нашей ептихии. Да хочу, Игнатий не придет. А ептихий говорит, никогда. Он и Игнатий уже не придет. Мы говорили, договаривались. А зачем же это? А в следующий раз они уже все разрешили. Сюда сами пришли с аппаратуры. Все как надо. И корреспонденты, и везде. И вот этот Сергий, вот с песта. Что он претерпел? Ни одному не пожелаешь. Если бы он отсидел срок лет в 10, ему легче было бы. У него талант. Талант проповеди, габаритет, доступ к людям. Здесь замуровали. Патриархия таких ненавидит. Он должен полностью подчиниться. Или чем-то выдающимся выделиться, что опасно его трогать. Как отца Геннадия, магистр богословия. Этот простенький такой, говорится, попик. И он знает, это единственный человек-свидетель. Когда я был в Туве, в Кызыле. И как я там пришлось выступать у баптистов. Он видел это. И сейчас, будто он разных там дуревичей курирует. Неужели до такого уровня можно опустить? Это я не знаю, будто бы он ему духовный отец. Не знаю. Но мы каждый день, я молюсь уже десятилетиями об этом отце Сергии Пестове. Он мне очень близок. Ну, в первую очередь, должен подтвердить, сказать, правда я говорю это или нет. Вот так, ролик полностью посмотреть. Посмотрите, никто бы и не знал, себя не показал. Я вам показываю. Дальше. Юрий Соболев. Благодарю за назидательные материалы. Игнатий Тихонович. Хочу поделиться. Вот краткое выражение смысла христианской веры. Обнаружил сегодня в словах исламского, знак восклицания, средневекового суфия Джами. Коль знанием овладеть ты смог, дари его другим. Костру, что сам в душе зажег, не дай растать в дым. Ну, есть такое извещение, один сказал, кто-то, не могу сказать. Если бы знание давалось под условием, никому не говорить, я бы отказался от этого знания. А зачем оно мне нужно? Сегодня по ТВ застал одну из передач на канале Союз. Посмотрел несколько минут. И вот какую мысль положил Бог на сердце о вашем канале. Всякий духовно возрожденный человек, открывший для себя канал во свете Библии, не может не отреагировать примерно так. Это то, что я искал, именно то, что чаяла моя душа. Вот таких вот слов о нашем канале, я получаю, говорится, можно было бы, если были штакетины, загородить, наверное, весь Алтайский край. Мы теперь ничего не смотрим кроме вашего канала. Мы вообще решили уйти из этой грязной свалки. Друг на вас натолкнули, теперь утром и вечером, и ложась спать, говорится, смотрим у вас. Да, я знаю, что препятствия этому я, пока меня не будет, положение изменится. Гла. Все то, что я сегодня вскинул вам о монашестве, это рассмотрение ни одного дня, ни одного года. Тут заложено такое, что если читали уже все это, то не помешает хотя бы пробежать глазами все эти файлы, где все на основании Святой Библии и канонов житей святых. Там закавычено каждое предложение. Больше к тому ничего невозможно добавить, прибавить. Это я говорю о теме монашества открыли. Я работал несколько лет, по всем книгам, составлял симфонии, и об этом говорю. Антоний Моргунов. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Простите меня за глупый вопрос, но я хотел бы спросить, когда меня неправильно крестили обливанием, обходя купели меня, свеча потухла почему-то. Не знаю, у всех горело, пять человек у нас было, а у меня раз и потухло. Вот думаю, что это могло быть тогда. Возможно, у кого-нибудь такое было. Чувство внутри какое-то тогда не то было. Разнестите мне, пожалуйста, спасти Христос, за прошлое ваши ответы и за это тоже. Еще оно значит, ветер дунул, неправильно там бывает, ниточка что-то не пропиталась, движение было, дохнул сильно, тогда все гасит. Никакого значения это имеет, но может и иметь. Может. Может быть вера ваша такая, что она погасла, и там ничего нет. Особенность это прикрещение. Вот прикрещение. Крестят ребенка. Ну, поставили его в купель, только окунуть надо. Он в это время из поражения выпустил, говорит, гной. Это было, кто это? Царский сын. И все поняли это знамение. В дальнейшем это будет Константин Капроним. Гнойный, как переводит Андрей Кураев, Говнюк. Константин Говнюк. Прозвище так и пошло за ним. Вот девочка 6 лет там принимает, а вот такие восприемники ставятся. Да и вдруг она упала в обморок. Нормальная девочка. И все поняли, что это что-то не так. Во время крещения упасть в обморок, это будет богоотступник. Злой человек какой-то. Не то, что там я вот шила, что-то делала, там по матери помогала, стряпала. Это все понятно. Или солнце ярко светило. Это понятно. Никто не знает, что это такое. Но в дальнейшем из этой девочки Елена Блаватская. Главная ведьма, колдунья в мировом масштабе будет. Если упал человек при крещении или что-то, это что-то значит. Я не берусь гадать. Но вот факты говорят об этом. Просто так пропускать не надо. Погасла свящая. Теперь вожди ее жизнью своей. Не обращай. Бывает крестик потерялся. Крестик или нашла где-то. Вот начинает. Ну повешай другой. Докрепкую нитку. Он обтел, он у меня стерся уже. Обтела-то, когда кланяешься. Вот так. Это Никита Столбник был. Пришли к нему родственники попроведать. А он кланяется. И у него эти железные вериги, цепи-то на нем-то. И они блестят. И они подумали серебряные. И пришли ночью, убили его. И все эти цепи забрали с него. Ну и вот. Это же жития святые, говорит Никита Столбник. Дальше. Александр Лобачев. Скажу по себе. После нашего знакомства, видя вас и слушая, как вы идете за Христом, у меня в сердце настал мир. Я не боюсь, что кто-то меня ведет не в ту сторону, а боюсь того, как бы грехами своими не обидеть Бога, любимого Христа. И не быть перед ним преступником, а вам низкий поклон, что вы, как маяк, ведете нас в небеса ко Христу. Видите, вот такие бывают обличания, а другие наоборот. У меня была маленькая вера, я совсем ее не стала. Как-то из университета идем, люди новые идут, и один мужчина высокий говорит, я давно хотел попасть к вам, вот пришел к вам, и знаете, вот теперь я поверил. Ну, конечно, приятно это слышать-то. Я говорю, а какое слово вас коснулось? Все коснулось. Представьте себе, я до этого ведь считал, что я верующий, сегодня я поверил, что я не верующий. Вот думаю, да, ткнул он ее факелом, но это здорово. Теперь он по-настоящему будет верить, по-христиански умрет. Вот как. Надо сначала показать, что ничего нет. Вот как сегодня ходят люди в православие, нужно показать, ничего у вас нет евангельского. И на этом, как Еремия сказано, уничтожай, сжигай, убирай, а потом насаждай. Ну, нельзя строить заново Варшаву, там другие города разрушены полностью до основания. Сначала надо мусор весь вывезти. Дальше. Юлия Т. Смотрю и волнуюсь и восхищаюсь. Молодцы. Все лапкинцы. Какое великое дело вы делаете? Бог вам в помощь. Ангелы защиты. Воистину посланники Божьи. Игорь, Никита. Еще раз молодцы и благодарность за ваши труды. Какой Игорь, непонятно. Непонятно. Ну, какой-то Игорь Добунов, наверное, или Третьяков. Третьяков. Роман, откуда появился обычай освещать свечи? Ну, обратитесь это к Владимиру Головину в городе Болгар. Он объясняет, как отец Дмитрия Смирнов. Никакого значения сакрального нету в свечах. Кроме того, что копоть будет, и дальше потом работники будут мыть. Больше ничего нет. Ну, и катаракта. Свечи должны быть чисто восковые. Не восковые, это нечистому. Чистое чистому, нечистое нечистому. Левит, 10 глава, 10 стих. А сегодня всякую мерзость жгут-то. Свечи одной восковой не найдешь. А как надо? Ну, мы были в Псково-Пещерской лавре, и там так. Они настоящие свечи льют, и они свечи лежат. Монахи ставят кому надо, куда. Люди сами только деньги кладут, не продают. Вот это правильно. У нас также лежат свечи, батюшка поставит сколько надо. Чисто восковые. Я рассказывал тут, как у меня было. Купили много воску, и одна молодая женщина, малознакомая, пришла и говорит, а у меня мама льет свечи. Так бери, сделайте, там сколько надо себе возьмете. Она принесла свечи, сильно блестят. Я говорю, а что они так блестят? Ну, мама смазывала трубочки-то. А чем она смазывала? Ну, растопленный парафин был. Парафин? А почему она не маслом растительным? И всю вот эту пачку, пачки мы все забраковали. Парафиновые молекулы. Да скажут, да это фарисейство. Ну, фарисейство. Свечи пошли в сарай ходить куда-то еще, но они не в храме. У нас в уставе написано, чистое должно быть. У нас ни одного грамма нечистоты никакой нету. Масло только растительное происхождение, не вазелиновое. Вот и все. Что освещать свечи? Все освещается. Иконы, везде. Ну, освяти. Принеси, отдай, освятят. Это неплохо. Священник должен освещать, что требуется, чистое. Проверить. Первый вопрос. Восковые нет? Не восковые. Неси домой. Не заноси сюда в храм. Церковь не все деньги принимает. Сыну блудницы и пса собаке нельзя принимать. Дальше. Зимба. Игнатий Тихоныч, приветствую. Смотрю очередной ролик во вложении в скриншот о тысячелетнем царстве. Там сатана написано с большой буквы. Это случайно или так надо писать всегда? С уважением, Сергей. Я отвечаю. В Святой Библии встречается это слово 48 раз и всегда только с маленькой буквы. Но в иных произведениях пишется с большой буквы, как название, как имя. Ну, говорит, патриарх, может, с маленькой, это дожность. И в то же время патриарх, как папа, с большой буквы пишется. С большой буквы. На себе дух с большой, с маленькой, тут уже понятно. Не надо ошибиться. А здесь, с большой, это большая часть, но иногда выделяет как личность. Иван Иванов. Здравствуйте, Игнатий. Христа ради прошу вас добавить в меня список контактов. Это по скайпу. Я в семье живу в США. На 700 километров ни одной православной церкви нет. О церквях московской патриархии не говорю, так как в этих кавычках «батьков» я в России наслушался. Да и сам, спаси Господи, чуть таким не стал. Бог спас. Слово сказать, вчера все-таки я его принял, он тут же вышел, и будет ролик. Вы видите, как мы с ним беседуем. Есть несколько вопросов, на которые не могу найти ответ. А делать что-то надо с этими проблемами. Очень прошу вас выделить для меня немного времени, так как вопрос о спасении душ у нас с женой и четырех наших малышей. Заранее благодарен. Помоги вам, Господи, в вашем нелегком, благоугодном деле. Рабы Божьи, Василий, Анна, младенцы Виктории, Иоанн, Михаил и София. Ну, а пишется и Анна, он объясняет все там. Вот, поговорили, долго говорили, больше часа. Ну, расстались по-хорошему. Ну, нашли где-то одинаково, понимаем, а где-то не сходится. И один из вопросов был у него, какая там благодать может быть московской патриархии. Ну, по всем признакам ничего там нету. Это просто мирская организация. Но я верю, там благодать. А как вы докажете? Никак я не пытаюсь доказать. Я верю, вы же веру спрашиваете. Я дал ответ в своем уповании. Упование, а не доказательство. Это у апостола Петра, третья глава, в первом послании он говорит. Дальше. Роман, еще это передайте, пожалуйста. Почему Роман на меня не выходит? Передают то через Никита, то через Володя. Непонятно. Ну, тут объяснение, вот смотрите, какое. Митрополит Иларион Алфеев говорит, как это, предсоборное у них совещание, там, какие вопросы, что. Зачем мне это объяснять? Что он объясняет, это одно, а что сделают? Зарубежной церкви так же было. Боятся, что в католики втащат. Да все, а католичное здесь. Не крестить не могут, бритые стоят. Это главное католическое все. Ну, а патриарх роль папы уже давно исполняет с ними. И вот говорит он, как говорит, как всегда хорошо, его как музыканты называют, не митрополитом. Но дальше-то что? Там за этим-то что есть? В зарубежной церкви так же было признание о каноническом общении. То есть причастие там и тут действительно. А дальше втянуть надо. А теперь нас гнобят, почему не заходите в патриархию? Мы уже знаем, так и с католиками будет. Поэтому движение буквально началось, что патриарх встречался с кем? Буквально с сатаной папу. Говорит, ну это уже никуда не годится. Я не пописнее. И он все это объясняет. Говорит, а за дверью-то что у них там другое-то будет? И так ли не будет? Вот они показывают, четыре предохранителя поставили. Если хоть один не согласен, ну сколько церквей там? 16-18 автокепальных православных. Все тогда не принимается. Заранее вопросы выставляются. На обсуждение. Там все за рубежом так же делалось. Все предохранители в один день сожгли, убрали. Как ничего и не было. Залезали. Везде ложь и обман. Измена и трусость. Вот и все. Так что, говорит слова, а верит-то никак нельзя. Потому что тысячу и один раз уже обманывали. Сергей Игнатов. Спаси Христос. Известные мне священники в большинстве своем не говорят о своих проповедях не только о премудрости Божией. Изложены у ветхозаветных пророков. Но о посланиях апостолов. Ветхий завет они не знают. Самые послания читаются на службе на малопонятном церковнославянском языке. И на русском языке не поясняется. Это не отвечает требованиям апостола Павла о том, чтобы слово Божие было понятно слушателям. Господи, разуми наше священство и нас, грешных и нерадивых мирян. Уже не раз встречаю людей, которые начинают на новый какой-то перевод. Малюсенькие знания в других языках, в еврейских, по словарю отыскать. И пытаются опровергать перевод синодальный, которому уже 140 лет. Я вчера на собрании об этом говорил. Никогда не слушайте. Эти люди наизусть, значит, многого не знают. И живут не так, как написано. Это обязательно за этим что-то кроется. Синодальный перевод один из самых лучших, а может, самый лучший в мировой практике. Переводил не один человек. Четыре духовные академии. Там митрополит Филарет, архимандрит Макарий Алтайский. Это двое канонизированные из переводчиков. Там вообще из трех присутствующих дней в синоде один посвящен был рассмотру переводов. Какие переводчики? Этому уровню даже нет сегодня ни одного переводчика. И смысл какой. А сегодня вульгаризированные разные, где-то еще что-то неправильно, какое-то слово. К спасению не относящееся. Ну, новый за это вроде бы ладно. Это разговор, это старобрядцы. Старобрядческие. Никоньяни, они все перепортили. Ну, переведите сами. Молчок. Ну, что не переведете? Это ни одного грамма, этого нет на всех старобрядцев. Нас миллионы. Ну, на миллионы-то одного найдите. Ну, и переведите. Нет. И стихаря берут потихоньку, считают. Это никоньяни перепортили, феофилахта, неправильно перевели златоуста. И они друг друга воруют эти слова. Ну, а ты знаешь еврейский язык? Нет. Ну, а как ты можешь говорить правильно-неправильно? С масоретского текста переведено. А как переводили Новый Завет с греческого? Ты его знаешь? Нет. Вопрос снято, ты не знаешь. Переводили знатоки высшего уровня. Как профессор Павский, Герасим Петрович, писал учебники школьные для еврейских школ. Это какой уровень? Или Хольстон Давид Авраамович? Крещеный еврей. А может, он специальный еврей, чтобы испортить? Ну, да, если ничего нельзя сказать, дальше уже это идет брехня. Никого не слушайте. Только синодальный перевод. Я недавно слышал, как Риховский беседует с Ларионом Алпеевым об этом переводе. Все сектанты, кроме свидетелей Иеговы, лжесвидетелей, принимают этот перевод сотни лет уже. Его издает Брюссельское издание. Синодальный перевод. До революционные все только синодальные, 77 книг. Зарубежные только синодальные. Сейчас это только синодальные. Зачем это? Самое маленькое постигновение я считаю богохульством. Это вот и есть гордыня и прелесть. Знаний почти не... Ну, чуть-чуть что-то знаю. Даже если изучал язык английский. Какие твои знания? Я разговаривал на английском. В немецком собрании говорил проповеди на немецком языке. И когда... Так вы так знаете, ничего я не знаю. Это мизерное, это молекулярное мое знание. Я знал политическую тему, религиозную. А коснулась медицинской, я уже словарь в руки беру. Не держи. Вот и все. Хотя у меня учительница была из Берлина. В лагере сидела, тут проторговалась. А я там работал в лагере прорабом. Плишкина, Иркутской области. Ну, вот и все. Теперь мы переходим на наши ресурсы. Это вот мой мир. Заходите сюда. Скажи, сколько у нас тут видео? 2569. Это наши. Сколько фотографий? 18800. Ну, что-то можно выбрать. Это все наши. И вот смотрите, подряд идет. И кроме этого, тут жития святых моим голосом начитано. Сейчас оформляется, вставляется. Каждый день два своих стихотворения вставляю с эпиграфами священного писания. Заходите сюда. Смотрите. Дальше. Вот. Что поступило на наш форум. Дмитрий Казанцев. Слава Богу за все. И за скорбь, и за радость. Правильно. Игнатий, спаси вас, Бог, добрый человек, за ваши труды и заботу. Пожалуйста, если можно, помолитесь о рабе Божьем Дмитрии, в темнице находящейся. Спаси вас, Господи. Ну, так, где он? Он находится, в темнице находится, лиха в темнице, значит, это где-то в лагере. Там есть, ну, помоги, Господи. Это я не могу сказать, но в темнице. Дмитрий, может быть, другой Дмитрий? Наталья Широкова, Ковшинина, родной город Красноуфимск. Так, что-то у ней тут, какие-то старинные, может, музей какой-либо еще-то, непонятно. Это бабки на этом, на пряжу накручивали. Здравствуйте, Игнатий. Скажите, не грех ли будет работать в маленьком продуктовом магазинчике, но есть продажи и пива? У нас это запрещено. Нигде, никогда. Да, вот здесь Винс, Георгий Петрович, у баптистов. Он генеральным секретарем у них был. Некоторые не знают, что генеральный секретаря в России было два. Два. Генеральный секретарь Брежнев и вот он, Винс. Как сейчас патриархов, то у нас не один патриарх-то сейчас здесь в России. Кирилл есть и Александр у Новозыпковской старобрядцев. Его провели они, патриарх, ну, малоизвестный и прочее. Не надо этого делать. Он, когда был в лагере, переносил там, ну, заколючая проволока. И ящик. Решили его испытать. Там папиросы принесены. Он в руки не берет. Не берет. А, видимо, дал на указание не бить его. Иначе бы его измолотили, котлету сделали. Или, говорится, яйцо в смятку. Он стоит, мороз. Смотрит за ним. Он не несет. Не несет. Почему? Там папиросы. Конфеты я бы... А другим закрещеным не дают, чтобы его сломать-то. А немного времени прошло, я не знаю, то ли на Луиса Карвалана, или на кого его обменивали-то. И прошло дня три, он выступает вместе. Там, кажется, Картер или кто был, уже в Америке выступает. И он мгновенно оттуда, в Москву и на обменный пункт. Вот пример нам показали. Он баптист. Тарас Урсул. Еще это у него гитара в руках? Да. Вот это темноватенький-то. Здравствуйте, Игнать. Я бы хотел у вас поинтересоваться. Для чего вы помогаете людям? Рассказывайте им о Боге. Это происходит из искренних побуждений? Или это одна из форм выражения внутреннего тщеславия? Прошу прощения, если я вас чем-то обидел. Но мне всегда нравилась прямота. Прямота непонятная какая. Которая на нашем форуме, на сайте, везде в ютубе. Или прямота, чтобы я сейчас ответил. Ну, я не могу не говорить. Это внутреннее побуждение. Внутренняя жажда, чтобы люди спаслись. Об этом говорит Иеремия. Я хотел удержаться. Внутри меня как разлитый огонь. Я не мог удержаться. Не мог. Мы не запретили вам. Они говорят, а кого больше слушать-то? Вас или апостолов, когда били. Мне пока еще замок народ не повесили. Нигде. Не в тюрьмах, которые я прошел худо-бедно. В пяти тюрьмах все-таки, говорится, ночевал. И в лагере был. И везде говорил. Со мной разговаривать запрещали, а меня не трогали уже. Юлия. Добрый день, Игнатий Тихонович. Подскажите, пожалуйста, как быть, чтобы наладить ситуацию? Ситуация такая. Я замужем почти три года. Ну ладно, замужем она и ребенок растет, муж не заботится. Коротко прочитайте, посмотрите. Еще можно сказать. Это ваша ситуация. Законный ли ваш брак? Пойдите к священнику, к местному. Разберитесь там. Если брак законный, венчанный, разводиться нельзя. А если два блудника сошлись, какая вам разница-то? Сохраняй ребенка. Муж не пьяница. Посмотри, что у тебя впереди-то еще дальше будет. Ну, на развод, если такой незаконный брак, тогда, ну, чужим завладело. А так, развод никогда не одобряется. Дальше. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Пишет вам Горовая Валентина Николаевна, 1958 года рождения. Ныне на пенсии, прихожанка РПЦМП. Можете ли вы мне ответить на один вопрос? Признаете ли вы то, что РПЦМП есть благодать? Ну, а что это то, я признаю, не признаю. Вам-то какая разница? Что вы меня пытаете все время? Тут я ответил, ну, сколько, ну, тысячу один раз, например. Да, я считаю, я считаю. Ничего не доказывает. Я считаю. И 53 года работая миссионером, я всех людей направляю в храм московской патриархии. Ну, все. Что изменилось между нами, Валентина Николаевна? А дальше она пишет. Посмотрела ролик, где отец Айким сказал, без московской патриархии мы никак. И вопрос, в котором задала, отпал сам собой. Все. То есть, она задала вопрос. А где она пишет это? Вот, и вопрос сразу отпал на нее. А, ну-ну-ну-ну-ну. Это видео. Дальше. А я не прочитал это. Мы, ну, как, сам собой. Мой глубокий поклон от Суя Акима. Ну, понятно, все. Вот такое дело. Дальше. Ольга. Евгений Барышевский. Игнатий. Мир вам и тем, кто рядом с вами. С недавних пор стал слушать ваши беседы. Вижу здравость веры. На православие взглянул по-другому. Спасибо. Вы говорили, что у вас вышло 38 книг, открытым оком. Как их можно приобрести? Сам я наставлен в учении пятидесятнической общины. Ну, это я уже говорил про книги уже не один раз. Там посмотрите. Уже многократно выставлял. У меня тоже замещание делали. Дальше. Николай Суртаев. Игнатий Тихонович, исследуйте эту подборку. Ее я составил по вашему методу. Ваша книга к истинному православию. Моя вторая настольная книга. Игнатий Тихонович, ваше мнение. Меня чуть из храма не выгоняют за погон перед чашей праздничной воскресной дни. Иоанн 4, 24. Бог есть дух. И поклоняющийся ему должны поклоняться в духе и истине. Здесь дух с маленькой буквы. Да. Главу от стиха нужно всегда отделять... А то он спрашивает, как там есть, я отвечаю. С маленькой буквы в духовном состоянии. Не о духе и цветом речь идет. Ага. Всегда отделять не запятой, а именно двоеточием. Двоеточием всегда отделять. Дальше. Где по смыслу нужно Ё, там изменить букву Е на Ё. Да, это я ему подсказываю, какие его материалы он прислал. Я так ее не понял. А для чего это тебе нужно было писать? Эту книжку, которую он там брошюру написал. Когда все это уже написано тысячекратно, в веках, и намного более слажено. Если бы было новое, откровение какое, тогда бы написать или в виде стиха. А если бы подобное разумение было раньше сказано, а потом забыто, и нужно было бы все это раскрыть, то тогда был бы понятен ваш труд. Зачем писать то, что уже сказано и видено? Я писал, когда я писал то, что никто не отвечает. Нет этого нигде. Новый Завет, трехтомник изданный, его не было такого 2000 лет. С полным, даже с откровением, толкованием, с иллюстрациями, как изданный, и 297 моих комментариев. То есть все должно быть такое, чтобы люди считали, плохо, что у меня этого нет. Если я говорю стихотворение, пишу какое, я таких стихотворений не знаю. Это пропаде в стихах. А не то, что повторять одно и то же. Дмитрий Киркелан, Кишинев. Здравствуйте, а как вы относитесь к новому стилю? Да, положительно. У нас в стране власти узаконили в прошлом году 25 декабря праздник Рождества, и тем самым вводят новый стиль, а 7 января уже не является праздником. Ну, я за новый стиль, за новый. Но у нас старый, мы старого придерживаемся. Не голосовать не хочу ничего. Новый везде перешли. Старый это анахронизм, уже давно отмерший, ничего в этом нет. Светлана Шевелева, Луганская. Это в Кишиневе они живут, спрашивают. А это из Луганска, Светлана Шевелева. Здравствуйте, Игнатик, где же такой прекрасный поселок Потерявка находится? В Алтайском крае. Может, найдется там место для скитающихся овечек из Луганска? Мы православная семья, муж, сын, 8 лет и я. Очень тяжело православным найти пристанище. Сейчас живем в Москве. Стучимся, верим, что Господь приведет нас в то благодатное место, предназначенное для нас. У нас все с нуля. Домов нету. Строится самому. Сможете? Муж не пьет, не курит, а я отвечу на это. Тогда можно. Но разрешение. Без разрешения бесполезно. Даже не пытайтесь приехать. Вы в степи, тем более зимой. Зимой категорически запрещено. Вышла эта смерть сразу. Приезжай с гробом. Идти некуда, зданий нет. Какую сторону идти, не знаю. Везде лес. Ну, еще ты. Сергей Логодко. Благодарю Господа, что помог найти ваш канал. Божьей помощи во всех ваших делах. Так, я не выбираю ничего, как стоит. А то некоторые упрекают. Хорошее берете, а плохое о себе не говорите. Да кто бы знал, про это обречает меня священник-то. Там никто не знает, какой-то совсем там пять человек посетило. Я открываю и говорю, смотрите. Мне бояться-то нечего. Все открыто. Дьякон Андрей Кураев, которого я очень уважаю, написал в своем дневнике о нашем гомельском епископе, что он садомит и привел доказательства. Рукополагают молодых во священнике. Его секретарь, бывший его водитель, 25 лет. И уже награжден митрой. Вопрос о десятине теперь. Если я отдаю храм десятину, то часть пойдет к епископу садомиту. На эти деньги он регулярно ездит к католикам, к Виталию, к экуминистам. Возможно, тратит на любовников. Может, десятину лучше отдавать в бедные многодетные семьи, слава Иисусу Христу. Ну, к такому не ходить и немедленно сменить. Это доказано. Чтобы не была клевета на епископа. К такому подходить нельзя. Это сгусток заразы. Писать епископу, это сенот, чтобы его убрали. Нет, значит, не подходить. Ни под каким видом. Никакой десятины нет ему. Какой ему десятины? Игорь Кармалак. Спасибо вам, что вы есть. Мину от Бога получили и не завернули ее в платок. Вы сделали столько, сколько не смогли сделать многие священники за целые века. Я тоже верю в Бога. Я бывший баптист, но, ознакомившись с православием, перешел в православие. Но извините, отец Игнатий, с тем православием, с которым я ознакомился, совсем не соответствует тому, что творится на практике в самом православии сегодня. Но то, что творится сегодня в православном христианстве, это стройка, фундаментом которой является не Христос. Ну, короче, прочитайте. Очень большой где-то, смотрите, как он где знает, какая глава, какой стих, а чего нет. Просчитайте. Дальше. Татьяна Чигирина, Москва. Здравствуйте, уважаемый Игнатий Тихонович. Благодарю вас за ваши труды. Я сейчас с удовольствием посмотрел ваши последние видеозаписи. В июне 2014 года вы были в храме святого Николы на Берсеневке. И там мне посчастливилось послушать ваши проповеди. То есть я когда в Москве бываю, там от храма Христа Спасителя метров 250 меня облащают в стихаре, я выхожу проповедую, а там Игумен отец Кирилл Сахаров. Он не смотрит, как приезжал сюда к нам в лагерь православный с группой детей и прочее. Удивительный человек, удивительный. Пока он живой, посетите его, побудьте, поговорите. Он член Союза писателей. Одно дело талантливый для Дуэка, у него большая душа, у него община, не приход, община. Все ведет по старообрядчески. Московская патриархат, не единоверческая. Нет. Дальше. У меня возник вам личный вопрос. Это звонит с утра, она не дома. Кто обычно звонит, проверяет меня, как я. Я отвечаю славой Иисусу Христу, она отвечает во веки славой. Если я поднимусь, не деньги высчитаю. Вот правда, куда-то. Вот так, чтобы не успели высчитать. Дальше. Как мне относиться к отцу Андрею Кураеву? И как сохранить мир в душе, если меня возмущает его наглость? Ну, может быть, вопрос даже больше к Андрею Кураеву, который вас так уважает. Его же, Андрея Кураева, не хочу спрашивать, потому что он некрасиво и неуважительно, публично отозвался об игумене Кирилле Сахарове. Ну, он отозвался, он может видеть другое что-то, ничего за Кирилла он не может сказать. Ну и что, я отношусь к тому и другому одинаково. Вот Андрей Кураев здесь был у меня, и мои книги брал здесь. Ну, тогда книги не были все изданы. Потом один священник по его поручению пришел, и я ему бесплатно отдал. И он, Андрей Кураев, мне говорят, он многое берет из ваших книг. А он так и говорит об этом, я такие места нашел. Игнатий целые пласты поднимает, притом не свое, говорит, мы это забыли, он поднял. И главное, Игнатию ему плевать на все, что вы тут говорите, ваши архиерейские соборы. У него все во свете Библии. И возразить никак нельзя, на кривой кобыле, говорит, тут не объедешь. Он это увидел, а эти не видят еще слепцы. Андрею Кураеву просто нет равных здесь. Ну и что, он не так говорит о Сахарове? Дело в том, что я случайно встретил Андрея Кураева в магазине. Еще летом. И в разговоре спросил его, как он крещен. Он сказал, что с обливанием, как и все. Как и все. И что крещение погружения после обливания считает неправильным и возмутительным нарушением. Его поведение, то он дали мне повод назвать его про себя. Очень несимпатичным человеком. Неверующим, жестким, грязным. Впрочем, может быть, он несчастный. Вы можете что-нибудь посоветовать мне? С уважением, Татьяна Че. Вы еще, знаете как, столкнулась как два человека, и оба по-хорошему ко мне относятся. А между собой как бы, ну это с одной стороны только. Она об отце Кирилля. Для Кирилла-то о нем ничего не говорит. Никогда. Павел Явриян. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я столько лет интересовался религией, столько читал, но только от вас узнал, что существует такая каноническая книга, как книга Сераха. А почему ее главы отсутствуют в Библии? В чем причина? Я даже вот читал, что талмудисты в свое время хотели изъять главы экклезиаста. У меня к вам еще один вопрос. Почему вы, ваши братья, ваши верхние легкие одежды не запихиваете в брюки, а будете их неким поясом или ремнем? И еще что-то хочу сказать насчет бороды. Вот я, например, типичный кавказец. Если я отращу бороду и приеду в таком виде в Россию, то я представляю с такой ненавистью и с презрением на меня буду смотреть русские. А у вас в стране уже более 20 лет как усложился и укоренился стереотип о кавказах с бородами, как о людях, о которых хорошего ждать не придется. У вас национализм изуродовал людей, а вы, товарища Сталина, критикуете. При Сталине была настоящая дружба народов, не то что сейчас. Вы понимаете, какие люди, разные какие, борода и пояс ему, и Сталин. Ну вот теперь, все. А там Ольга, которая, про Андрея Кураева, я что отвечаю? Если увидите еще раз Андрея, отца, скажите, что мы его ждем по Теряевке летом в июле, и тут покрестится, согласно канону, Святой Православной Церкви. Вот им все, он говорит против крещения, покрестится и все. Тут еще что-то ответ надо, я не знаю тут что. Два вопроса, два ответа, какие мелко. Ну, если можешь, там покажи, Володя. Еще ответ какой-то. О чем тут? Ну, надо прочитать, просто мелко очень. Людмила Сидорова Демьянова, прочитав на вашем сайте, в эссете Библии вопросы и ответы, я осталась в недоумении. Появилось много других вопросов. Сейчас в каждой церкви Таинство Крещения проводят особенно взрослых, людей мочением лба. Получается, большая часть страны не крещеная? Не крещеная, совершенно не крещеная. Надо готовиться к окрещению, принимать крещение. Нынче у нас летом, 7 июля или первый день после 7 июля, первое воскресенье, будет крещение. Людей подготавливается, пишите, дадим маршрутку. Не крещеную, по всем канонам. О полном погружении я привожу 136 свидетельств. Зайдите на наш сайт и там к истинному православию окрещение. Тут уж сколько говорено. А я думаю, на меня пришла благодать, меня хоть я и обливанец, а на меня... Да что твои думы? Чувства. Не о чувствах говорится, а о том, как исполнить надо. На красный свет едет, а я чувствую, что мне хорошо, люблю красный свет. Ну что это, говори, пока тебе выгодится. Другая машина по лбу не съехала. Не хочу даже говорить, уже все обте вечер на это. Нарушения, есть нарушения. 50 апостольское правило. И кто так крестит обливанием, должен быть извергнутый. Все кончилось. Если бы одно погружение, а их ни одного нету. Как же быть? Нигде не могу найти, откуда пришло носить на себе нательный крест. Да. Как вы к этому относитесь? Ну, нашел, вот он у меня крестик. Можно ли крестить детей с младенчеством? Если нет... Да, можно. Но только у истинно верующих. То по достижению до определенного возраста им нельзя принимать участие в церковных танцах. Конечно. А как же случай, если дети умирают некрещенными? Вот поэтому крести. Правильный вопрос. Все, не могу разобраться, вы за баптистов или за православие. У меня муж баптист. За истину, за истину. У баптистов много хорошее, у православных хорошее. У баптистов проповедь, любовь к Библии, ко Христу. А у православных священство самое главное, толкование святых отоп и соборы. Вот. Тем и другим надо принять по себе дальше. У меня муж баптист, у нас большие споры в семье, помогите разобраться. И еще вопрос, есть ли в Казани правильные священники? Вот это не знаю. Я знаю, скажите мужу, пусть на меня выйдет, поговорим по скайпу. И весь ответ. Что это, кому я отвечаю? Наверное, все рахов насчет этой книги. Нет, тут правонательный крест вот. Да, ну вот тут посмотрите, мелко, видите, не увеличено. Почему? Система перестала увеличивать буквы одно время. И еще нельзя сделать. И поэтому я везде увеличил, а тут нет. Тут какой-то ответ дает. Это говорит Ларин Алфеев. О чем? Алфеев говорит о том, что у нас погружение. Ну ладно, видите сколько. Просто показать надо где. Я перекопировал, видите как много. Вот курсивом, где черным, это местописание. Ну не знаю, тут можно или нельзя будет увидеть. Хотя бы щуточку. Видите, какой ответ. Да он свои вопросы, Игнать Ильич, приводит из книг. Время тратится, но кто-то будет смотреть, а кто-то нет. Ну мы показываем все, как есть. И дальше. Это что, это еще дальше? Оооо. Да я даже смотреть не буду. Тут никто не прочитает. Если это тормозит, увеличит, то может быть что-то и можно будет прочитать. Вот просто уже много, уже время отходит. Вот смотрите сколько. Это ответы. Вот. Это что? Здравствуйте, Наталья Минякова-Демьянова. Недавно смотрела видео про отрока Вячеслава. Вы знаете про него? Да. И как к нему-то относитесь? Спасибо. Все ложь, все обман. Обман. Никакого отношения они имеют к тому, что пишут. Это мать там, и она как-то Татьяна раскрутку делает и прочее. Чебаркульское чудо. Канонизирует. Что интересно, православная церковь его не приняла. Почему? Не от нее. А сами делают то же самое. Никакой канонизации вообще не должно быть. Первое коренствам 4-5. Доколе не приет Господь. Не судить ни направо, ни налево. Ни анафеме. Нет, это нельзя делать. Артем Артемов. Здравствуйте. Подскажите, у нас в Новокузнецке есть старообрядческий храм велокряницского согласия. Можно ли придя к ним присоединиться в молитве? Или же к раскольникам нельзя? Да не они раскольники. Раскольники это патриархия, которой Никон произвел раскол. А старообрядцы-то остались верным. И тому, как князь Владимир крестил. Перевернули все. Раскол-то делает топор, а не чурка. Чурка осталась на месте. Просто душа жаждет хоть разок услышать знаменное пение. Хотя и священник, которому я исповедуюсь, неуверенно мне сказал, что этого делать нельзя. Как вы на это смотрите? Как это нельзя? Ну вот, поезжайте на Берсеневку, около храма Христа Спасителя. Все, всезнаменные распевы. И одновременно находятся в московской патриархии. Дальше. Можно ответить. Это настоящая церковь, белокряницкая иерархия. И у них сохранена. Они приобрели ее. А там в Россию митрополита и все. Это церковь. Следующий вопрос о отроке Вячеславе идет. Ну да. О нем все надумано и фальшиво. Что я выразила. Вот еще что, посмотри. Это ответы какие-то даю. Но я так, раз сейчас разбираю, то и даю ответ сразу. Михаил Щербина. Здравствуйте, Игнатий. Не пишут ли случайно в Потеряевке или окрестностях икона на заказ? Нет. Рад буду заказать. Никак. Обращался я к Сергию Козлову и он отказался писать икону. Спасителя, благословляющего хлеб и апостола в Луку и Клеопу на полях иконы. Палука 24-32. В Троице Сергиевой лавре тоже сказали, пользуйтесь готовой иконографией. Но запало мне, не горело ли у вас сердце наше, когда он изъяснял нам писание? Ну, ничего не могу сказать. Я сам не пишу иконы, не знаю. Они отказали иконописы, а я что могу сказать? Ну, успокойтесь и удовольствуйтесь то, что есть у вас. Анна Белобородова, Украина. Здравствуйте, простите, хочу задать вопрос. А фантазировать это не грех? Грех. Грех. Слово мечта, мечта, я мечтал, я мечтал. Запрещенное. В Библии встречается только в отрицательном смысле. Просто одна моя подруга сказала мне, что мне вообще нужно перестать фантазировать, что надо жить только в реальном мире. Я так и не смогла донести ей, что фантазия это не замена реальности для меня, это совсем другое. Вот тогда не знаю. Жду ответа, простите за беспокойство. Фантазия это выдумка. Это еще фантези теперь говорят, это не люблю. Вот когда американцам ломают язык по подобию. Дальше. Вот она не грех отвечает, фантазирует. Ну я беру, что означает слово фантазировать, ненужное. Ответ даю, вот он где. Это вредно. Вредно. Нужно верить написанному в Библии. Хетак Конуров. Здравствуйте, вы хорошо знаете Писание. Скажите, пожалуйста, все-таки при каких обстоятельствах пал сатана? Он два раза пал? Два раза. Нет, один раз он пал. И каких пал? Поднял на небе войну. Откровение 12 глава. Причина апостол Павел, это сказать, золотолус указывает в словах апостола Павла. Чтобы молодого пресвитера не ставили, а их ставят. Не попал обвинению в гордости. Вот самая гордыня сегодня молодых священников ставят. Больше и гордыни нигде нету на земле. Нигде, как в священстве. Вот раньше времени, особенно которых ставят, они потом делаются бешеными, злобными такими. Почему? Как сатана. Потому что сатана пал от этого. И на это место апостол Павел указывает. От гордыни. Гордыня прелесть. Кого до 30 лет рукоположили, они как будто бы дьяволом обуреваемые делаются. Это вот в лагере бывает родить женщина. Ну, куда ребенка-то? А бывает, ребятишек нету у охраны. Они берут дети хорошие. Ну, нормальные дети. Но как 16 лет они делаются неуправляемые. Бегут из дома уж, то есть сказываются. Так и это. До 30 лет кто священнике рукоположен, проверьте себя. Что с вами делается? Им незнание Писания не дается, ничего нет. Они гоняются за всяким словом, которое истинное, чтобы уничтожить его. Вот за мной гоняются там разные, которых я знаю. Говорить даже страшно. Раз это упал. Ну, вот ответ где считать надо. Вот, откровение 12.10. Раз так написано, мы это берем. Николай Суртаев, Игнатий Тихонович, здравствуйте. Ваша книга к истинному православию бесценна и проста. Есть там и глава о крещении. Она и заставила меня составить этот труд. Ну, дальше он говорит, что он как составлял, как это было. Это человек одно время сильно против нас бунтовал. Просто враждебный был. А потом то смирится, покаяться. Потом опять что-то против. Ну, неспокойная душа. Молиться о нем надо. Это Николай Суртаев. Причина. Ну, дальше такой любовь, да, святительство имя. Это он написал, что. Вот так. Я отвечаю. И это действительно так. Первая Каинственная, 13 глава, 1-й 13 стихии. Павел Крутько. Здравствуйте, Игнатий. Скажите, пожалуйста, почему в дни страстной недели бесы особенно сильно глумятся над людьми? Да потому священник говорит, все как бабушки, как, говорит, одуванчики хорошие. Но как пост наступает, говорит, до того вредное дело, это как ведьмы прямо злобятся от поста. Ты ко мне не подходи, я пощусь, а то могу по зубам треснуть. Почему Господь попускает им это делать? Ну, посчитайте, о чем он говорит. Фильм «Остров» мало. Ничего нельзя было придумать более такого компрометирующего. «Остров» это то, что православие есть сегодня, то есть нуль. Пустота. С бесом переговариваются. Это о чем? Духом лжи. Вот она где. Так, это от Лукавого. Да. Третья царствия. Вот, посмотри, какие места? А мой ответ-то какой? Его нету. Бог отвечает. Елизавета Василенькая. Простите, пожалуйста, хочу вас спросить. Знаете ли вы каких-нибудь православных поселениях в средней полосе России? Не знаю. Никак не могу найти информацию об этом. Если будет возможность, ответьте, пожалуйста. Думаю, что не найдете. Мы первое поселение на таких принципах. Не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. И чтобы Библия на первом месте была. Просто нет такого. И искать нечего. Только наша единственная потеряевка. Пишите, мы вам ответим. Если молодые, с детьми, православные. И соответствуют пяти признакам. Этим принципам. Дальше. Максим Тючев, уважаемый Игнатий Тихонович. Извините за беспокойство. У меня вопрос к вам. Я не ем свинину. Стоит ли вообще есть мясо или не стоит есть только свинину? Вы всегда были вегетарианцем? Я не был никогда вегетарианцем. У нас рыба разрешена. Мясо я не ем вообще. Ребята, вот кто едят, так пожалуйста. Все, пельмени принесли, оказывается, с мясом. Мимо меня это прошло. А свинину вообще запретил даже приносить. Даже в дом или где-то. Вообще она вредная. А по православному можно ее есть? Можно. Артем Григориан Владикавказ. По православному, хочу сказать, по канонам разрешено. По Библии разрешена любая пища. Мы не мусульмане. Но так как есть мусульмане, которые называются свиноедами, исключите свинину полностью. Добрый день. Вопрос к брату Игнатию. Насколько я знаю, он выступает против раздробления мощей. Как в таком случае быть с антиминцами для совершения литургии? Ну никак, как было, так и будет. Так же будет идти литургия. Как было, так и будет. Мощи все захоронить. Все. Из антиминцов отовсюду. И на этом, конечно, с великой почестью сделать это надо. Ты в прах и в прах возвратишься. Возвратишься с Лени Ио, говорит. Давыд об этом говорит. Максим Бочковский. Как узнать, за что мне поздравить? После 25 лет не может жена забеременеть. У этого я не знаю, надо ли это. Во-первых, надо ли. Бог знает, что. Благодари Бога за то, что есть. Апостол Павел Златоуст, все были бездетные. Все святые отцы, которые монахами были, ничего прожили. Прожили. Ольга Крутько. Если вы не против, то по мере появления вопроса будут вам писать. Я стараюсь разобраться. Читал отеческие наставления, но иногда захожу в тупик. Много думал над одной книгой. От меня это было. Беседа Бога с душой человека. Что вы думаете о ней? Ведь смысл ее неоднозначен. Вы меня извините, пожалуйста. Я искренне верую. Мне хотелось бы, чтобы вы подумали обо мне неправильно. Вот есть Григорий Петрович, там Иванов, Иванов какой-то пишет. Петр или как? Иванов. Тайна святых. Вот эту книгу найдите, она здесь есть где-то. Там есть что послушать. Тайна святых. Мне говорили, я стал считать, у меня дух молитвы исчез, исчез то другое. То есть придет разумение истины. Я говорю, там есть моменты, которые выбросить там можно. Но остальное все написано как надо. Тайна святых. Ивановка. Подписано Иванов. Там может быть трудился не один человек. Дальше. Максим Тюльчев. Уважаемый Игнатий Тихонович. Извините за беспокойство. У меня вопрос к вам. Да, про свинину. Вот я отвечаю. Не ешьте совсем. Не ешьте совсем. Вот места писания. Сегодня какой священник дает? Что вы думаете, Смирнов будет давать кто-то? Вот ответ. Места писания. Всякое творение Божье хорошо. Всякое. Мощь и что делать. Я отвечаю. Захоронить Лука 9,60. Предоставь мертвых погребать своих мертвецов. Отоиди благовествуй Царствие Божие. Я пишу дальше. Что же произошло, что Господь сказал? Иеремия 32,35. Чего я не повелевал им. И мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость. Это вот это, что режут покойников и прочее. Дальше. Если даже погребать Отца для благовестника не в обязанность, то откапывать уже упокоившегося и резать его, пилить, то разве сие не ниже вышесказанного Иисусом? Вот что говорит, говорят нам жития святых об этом деле. Ну дальше вот мощи. Мощи что? Все из антиминцев следует с честью захоронить. Вот ответ. Смотрите. Откапывание мощей есть кощунство над умершими. Дробление мощей кощунство и есть противление Богу. Незнание священного Писания и кощунство над мощами единое к смерти. Язычество церевствует на мощах. Терзание мощей есть болезнью о мертвой души. И так бодрствуют те. Шаманство. Дальше. И белый магизм лжеправославие. Дальше. Любая канонизация есть предвосхищение суда Божия. Трупа поклонства уводит от поклонения к живому Христу. Чем отличаются нынешние монахи от бывших раньше? Вот ответ. Так, дальше что? Почему жена не может забереть? Я отвечаю. А надо ли? И дальше вот места Писания. Вот, смотрите. Проверьте, что Библия об этом говорит. Надо ли вам детей иметь? Вот и все. Дальше. Ну, дальше на один вопрос отвечаю. Кто это тут? Наталья Евтушенко. Мне бы хотелось узнать, как детей приучать к молитве? Как рассказать о Боге? И как правильно наказывать? И как жена своим примером может изменить? Это в наших книгах все написано. Это четвертый том открытым оком. Подробно. Грудь закрыть. Закрыть. Вот так вот полностью, как вот на Божьей Матери закрыто. Людмила Сидорова. Игнатий, а что вы мне посоветуете по поводу мужа? Он баптист и вся его семья баптисты. Жить своей верой и как им противостоять? Ну, никак противостоять. Не противоречить в делах житейских. А в этом говорить по Писанию, познакомиться со священником. Может быть есть верующие братья какие-то, жизнью своей. Михаил Старокожев. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Хочу задать вам вопрос по поводу крещения. Я в детстве был покрещен. Если вы понимаете о крещении. Вот заметьте, мне понравилась Старокожев, вот которая фамилии давали. Какие были эти люди, все-таки интересно. Вот они видят, чей сын. Одна вдова Вдовин. Мария идет Марьин. Кузнец Кузнецов. Петуха увидели Петухов. Ну, то есть Сорокин там это. Что только видели все. И Кротов есть, Крота увидели. Ну, не знаю, даже старая кожа. Что у него, старая кожа была или что-то. Далее, а теперь он носит эту фамилию. Есть граф Блудов. Вот чем-то же прославился он. У нас священник здесь был Погиблов. Михаил Погиблов. Ну, как говорится, говорящая фамилия. Евгений Миронов, Игнатий Тихонович, где в ваших книгах можно найти в митрополите Иоанне Снычеве? Ну, это в разнос. Отдельно у меня где-то нет. Я считаю, в большей опасности не представлял, как он заправдовал все, что вот у них там в патриархии было. Евгений Рябов. Здравствуйте. Хочу совместно помолиться о здравии и благополучии Марии. Ну, помолились уже. Денис, слава Иисусу Христу. Я что у вас хотел спросить? Какой эксперт в бородатой теме? О! А что делать мужчине с волосами на голове? Написано, что растить не должен. Да. Но растить понятие очень широкое. Является ли слегка удлиненная стрижка, не доходя до плеч? Тем самым, в кавычках, растить. Я как-то интересовался у старобрядцев, и они мне нашли ссылки на правила, сейчас не помню, какие точно, где указывалось, что не длиннее мочки уха. О! Я так понял. Спрашиваю. А как у католиков? Крестить как? Обливанием. Но чтобы воду не обливанием, а крапит. И чтобы вода по лбу протекла 2 сантиметра. Да можно что угодно написать, только не погружать. Говорят, выставка была автотехники российской. И вот показывает огромное бревно, и машина переламывается, переходят. Японцы смотрели до того, какие умные русские люди. Какие машины изобретают, чтобы только дороги не строить. Так и здесь. Ну вот посмотрите, растить бородой. У нас есть тема к истинному православию, там все это сказано. Сейчас я покажу немножко наш YouTube. Вот придем, завтра то на этом вот будет. Вот оно, смотрите, наш YouTube. Вот он как выглядит. Вот. И дальше, если вы зайдете, вот здесь внизу идет «Житие святых на каждый день». Интересно. Вот, смотрите. И считаю. Слушайте, это в аудио, моим голосом насчитано. В 80-е годах один человек сейчас выставляет. Я перетаскиваю на мой мир. Но я уже говорил, что вот, во свете Библии. И вот здесь «Скисленного православия» наш сайт. Вот я воткнул, вот посмотри, где здесь о бороде. Вот «Обродобритий», вот он «Обродобритий». 258. Дальше пошло. Курсивом черном, это местописание, где написано. Здесь все правила. Никакой мочки, уха нет. Ну говорят, ну так и сделайте. А табакокурение говорили. То есть вот какие только здесь заголовки в одной книге. Вот попутно хотел сказать. Пока сейчас мы разговаривали, вот, кто-то еще зашел в скайпе. Ольга. Вот. Да ладно, тут ничего нет. Еще. Все на этом, наверное, сегодня. Благословен Господь. Богу слава. Благодарю, Никита. Спасибо.